Дима бегает. Дима хулиганит сегодня, да? Хулиганит. Он сегодня... Хотели сегодня позаниматься. Дима тут нахулиганил. Потом у нас вышло солнышко, да, Дима? Ай-яй-яй, нахулиганил Дима. Дима нахулиганил, да? Привет всем. Потом у нас вышло солнышко. Вот, мы пошли гулять на солнышко, по солнышку. Так, где у нас тут свет? А, вот свет. Пошли погулять по солнышку, погуляли, зашли в фикс прайс, да, Дима? Зашли в фикс прайс, там я накупила. Короче, кучу вкусняшек купила, чтобы делать обзор. Хочу сделать из фикс прайса на все продукты обзор. Прям полностью, чтобы у меня были на все, и только потом, когда будут выходить новинки, мне будет так проще, я буду делать на них тоже обзор. Но там, конечно, очень много новинок, половина нету того, чего я хотела купить. То есть, каких-то новинок у нас нету. Придется, наверное, нам с тобой пойти в другой фикс прайс на днях, или, может быть, в этот, не знаю. Но этот ролик выйдет с большим опозданием, поэтому все равно он уже, как бы этот обзор уже выйдет. Блин, тяжело мне держать, ем. Поставила камеру на селфи-палку, потому что что-то в вытянутой руке. Рукой мне тяжело держать. Непривычно так, не по себе как-то. Да, хотела рассказать. У меня там лекарства есть. У меня есть там лекарства, и я решила их отдать бесплатно, потому что срок годности их не уже подходит. К концу вот уже вот-вот. И нашлась, наконец-то, девушка, которая придет. Сказала, я в любом случае приду, я от вас живу всего лишь в пяти минутах. Я приду, заберу. Блин, она идет целую неделю, правда. Целую неделю идет эта девушка, живет пять минут от меня. Ну, я так понимаю, в соседнем доме, наверное. Раз в пять минут, возможно, в нашем доме. Целую неделю. Я говорю, можно я сегодня приду, можно сегодня приду. Хорошо, приходите. Сегодня с утра захожу в компьютер, надо было мне там посмотреть. Обычно я в обед или по вечерам захожу. Это с утра зашла. Можно я приду сегодня? Да, хорошо, приходите. Я приду после обеда. Хорошо, приходите после обеда. Мы с Димой пошли погуляли. Пришли домой пораньше. Думаю, сейчас она, наверное, придет, уже заберет. Думаю, ну, сегодня, ну, все, все уже. Думаю, сегодня она точно придет, все, точно. Дима уложилась спать, захожу в компьютер. Можно я через час приду? Хорошо, приходите. через час жду этот час будет опять никого нету уже прошло за я ребенка в 3 3 в 3 часа уложила спать сейчас время у нас 6 уже седьмой час доходит то есть уже сколько четыре часа уже прошло она все идет а все идет блин вот я думаю сестра еще недавно разговаривали на эту тему я лучше бесплатно быть не буду отдавать ничего будет лучше проще действительно взять отнести на помойку и все и все хорошо фотографируешь выкладываешь там по нескольку раз потом ждешь человек списываешься с ним ждешь человека чтобы вот это ну просто было жалко лекарства в принципе еще не просрочены там один у нас там у лекар получается немножечко то есть лекар мы уже пить точно не будем с димой смысла нет потом от коликов вообще почти полный там еще по моему полгода или год у него срок годности то есть тоже мы пить не будем и один от температуры у него там месяца два по моему да у него два месяца осталось до истечения срока и вдруг кому-то надо вдруг сейчас ребенок болеет тоже там тюбик полный одной ложки не хватает вот то есть ну вдруг сейчас будет ребенка ребенок здесь по соседству болеет то есть я бы отдала бесплатно она идет идет вот она неделя уже сегодня у нас вторник она мне написала в прошлой прошлой пятницу даже не 5 четверг на она написала в четверг можно я приду в пятницу можно я приду в субботу в воскресенье давайте в понедельник я воскресенье не смогу хорошо давайте кошмар просто правда вроде хочется человеку помочь отдашь свою вещь бесплатно люди не идут уже кстати такое было миллион и миллион раз чего ты красавица какой ангелочек ты жуешь ты яблочко жуешь тебя рот еще в творожке добавил что ты не показываешь рот пустой яблочко жуешь ты у нас мы с тобой скоро уж мы с тобой еще встали чуть-чуть поздновато время уже 7 часов уже кушать вот так по это пополнечили спал он очень долго мы пришли с прогулки вообще так классно на улице у нас было у нас было сегодня 17 у меня в телефоне было 17 градусов написано а потом там на улице женщина сказала что 19 градусов украина это так солнышко так тепло выходишь причем сегодня у нас 15 октября то есть 15 октября уже середина осени и вы хочешь ощущение как будто лето лужи там вот какие-то после даже как будто снег растает после дождя вот снег растает лужи вы хочешь такой все желтенько такое красивое такое деревья там некоторые листочков нет как будто весна наступает но еще все желтое то есть вот какой-то смешаный так тепло 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 на солнышке даже жарко прям на солнышке так классно такое нас вспоминается детство как мама у меня тоже там в детстве я помню весной выводила в таком в полушубке у меня такая шубка там была красненького цвета я помню я помню как бы шубка вроде понимаешь и с одной стороны то ли весна то ли осень была вот я не помню лужи тоже так осваивать солнышко тепло не знаю что там было да хотели мы с ним и сегодня позаниматься я уже нарисовала я уже убрала листочек нарисовала букву у да букву у ты изучал в клубе да и мы хотели сделать домашнее задание также на камеру и записать ролик вот и вроде как вот эта девчонка то есть должна идти вот я как бы ее жду она должна прийти все и причем я и написала уже свой адрес квартиру этаж короче все абсолютно писалось честно говоря немножечко страшновато то что написала квартиру вроде как вдруг человек там дождется пока меня не будет дома залезть домой конечно это все ерунда естественно не получится залезть вот но все равно как-то обычно боятся писать я надежде написала что сейчас она придет она же сказал что она рядом живет и в итоге она никак не идет не идет не идет и опять сейчас вечером зашла в компьютер матруют тишина она что-то там а нет она не написала ничего тишина она прочла мое сообщение и все и тишина я думаю я не буду больше писать все хватит я уже неделю целую жду целую неделю жду но я подожду еще немножко пока эти лекарства лежат у меня ладно уж а потом видно будет проще я не знаю даже куда их деть честно не знаю может просто к церкви отнести за церкви цыганка по моему сидит около церкви просто туда отнести наверное все хотя знаете вот тоже вот немножечко страшновато вроде как пытаешься помочь а потом что-нибудь допустим что ты мне дал листочек а потом не дай бог вот так ее ребенок отравится она начнет меня искать там милицию подаст мол ты отраву мне отдала листочек немножко честно страшновато и с продуктами я также хотела раньше дома печь продукты допустим их продавать хлеб там вот например у меня очень хорошо получается то есть свежий свой домашний хлеб печь для людей допустим делать молочные коктейли например их продают магазине не продают а ну такие вот именно с молоком там банан с молоком а как бы в кафе их продают но они всегда очень холодные ледяные такие я могла бы делать например дом но опять же мне страшновато что люди там скажут мол я отравился после твоего коктейля или там был волос или там козявка какая-нибудь лежала вот справку там попросят это справка мне сейчас вообще не когда делать там то что я не больная то что мне все хорошо да то что у меня гепатита нет там и всего такого естественно его нету как бы и анализы сдавала давно довольно еще перед рождением зимы иди сюда иди сюда вот я тебя поймала и такой ангелочек когда просыпаешься с полной вернее с обеда и почему такой ангелочек дима вот такие у нас дела я давно вам тоже себя не показывала да не знаю когда этот ролик выйдет они прям у меня вообще в этом году кошмар просто этих роликов у меня битком их вот они идут 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 вот их на эти вот загружая их заранее уже ай тихо тихо ай чуть не упал почти упал то есть загружаю заранее у меня получается там влоги все смонтировала их получилось там 20 штук каждые по 10 минут и хоп на 20 дней выложила и сидишь и думаешь а че буду делать эти 20 дней интересно ну ладно думаю я отдохну за эти 20 дней а потом начинаешь что-нибудь записывать и то время которое ты отдыхаешь от камеры как бы отвыкаешь от камеры когда начинаешь что-то записывать получается что ты не можешь что-то сказать у тебя заплетается язык особенно когда записываешь обзоры какие-нибудь начинаешь там всем привет с вами вот что-то там получается непонятное короче выключаешь камеру ну смысле это нажимаешь стоп опять нажимаешь заново кнопку чтоб заново записывать и опять начинаешь там всем доброго времени что-то там опять получил вообще блин ну реально просто отвыкаешь от камеры ладно не буду вас долго задерживать рассказала маленькие истории завтра мы с димой тоже пойдем завтра мы идем с димочкой на прививку наверное попадем я не знаю не попадем потому что мы как бы состоим в клинике и получилось так то что ту программу за которой мы должны были оплачивать то есть мы платно состоим ее больше нету вот то есть я денежку накопила надежде хотела на эту программу вчера позвонила кажется ее нет есть другая в два раза дороже конечно в любом случае наверное придется оплачивать как бы даже эту сумму два раза дороже где-нибудь там брать деньги но все равно это не очень приятно вот и завтра мне сказали в любом случае приходите мы что-нибудь придумаем все равно это неприятно так неожиданно взяли и просто эту программу убрали надо было раньше я вообще хотела в январе чтобы вот так потом год был до января потому что дима в следующем году пойдет в садик и чтобы нам не мучиться больно с этими справками собирать потому что в нашей поликлинике это долго так если дима за допустим сентября пойдет в садик то есть за полгода он где-то нормально начнет ходить то допустим в следующем году январе бы например нам может быть не пришлось бы оплачивать эту клинику мы могли заплатить еще там попозже потому что в принципе дима у нас особо не болеет не знаю как там будет потом садиком но особо вот он не болеет нормально все с этим слава богу вот в в Продолжение следует...